Добрый день, веселая минутка! С вами Дмитрий Гусев, сайт помидол.ру. Я выращиваю свои семена и продаю. Сейчас самое лучшее время для покупки семян и помидоров, и перцев, и всех остальных овощей. Ажиотажа никакого нет, то есть свободно заказывайте и получайте свои семена в кратчайшие сроки. А с нового года сезон начнется, там уже будет тяжелее все. Так что переходите на сайт, заказывайте наши самые интересные семена. Всякие разные сорта со всего мира вообще собраны. Новая трансляция из зимнего сада. Вчера был вопрос, и сегодня уже будет ответ. Вопрос не праздный, а вообще очень действительно для человека тяжелый. Кто ведет к органической, экологической земледелии, не хочет использовать химические средства защиты, тот пользуется, конечно, сезонной палочкой, потому что сезонная палочка, фитоспорин, другие препараты. Ну, фитоспорин самый на слуху, да, препарат сезонной палочки. Кто использует его всегда, везде, постоянно, вот чтобы защитить свои любимые растения, плоды, рук труда своего. Вот, и потом, чтобы кушать без всякой химии, да. И такой вопрос, конечно, вот, что же делать, когда дождь идет? Дождь идет, самое благоприятное развитие и для грибковых заболеваний, и для бактериальных гнилей всяких. В общем, страшно, конечно. Дождь пошел, день за днем, и чего делать, обрабатывать? Все равно все смывает, вот он дождь льет, тепло или холодно, неважно, вот он льет, все смывает. Давайте подумаем вместе, да, опять будем зрить в корень, прям вот в корень, в корень. Каким образом нам поступать? Значит, синая палочка, такая хорошая штука, которая выделяет вокруг себя, так скажем, такие вот анти, какие-то антитела или как, знаете, электрон вокруг себя, такое электрическое поле такое, да. Вот там эти антибиотические вещества, которые выделяет синая палочка, она как бы предупреждает, вы сюда, ребята, не лезьте, ни грибы, там, ни другие конкурирующие бактерии. Здесь охрана, здесь живу я, здесь я питаюсь, здесь я размножаюсь и никого сюда не пущу. И всеми вот этими ядами, которые я вокруг себя выделяю, я вас всех отравлю, хорошо, не лезь, там, прям, стоп, здесь синая палочка, здесь моя вотчина. Это наша корова, и мы ее доим, как бы она говорит, да, путем выделения вот этих веществ, убивающих все патогены вокруг себя. Так вот, когда вы разбавляете фитоспорин, вы эти вещества поселяете на листовые пластинки, на черешки, на стебли, на плоды. И эти вещества, они, как бы, травят всю другую патогенную микрофлору. Но, ведь они растворены в воде, и если у вас дождь чистенький пошел, вот, а какой он чистенький? У него там буквально дистиллированная вода, она разбавляет все, она растворяет все. Вообще, вода самый лучший растворитель всего на свете, считается, да. Она, конечно, смывает эти вещества, и их там буквально не остается, они все на землю падают, и там, что-то в земле дальше остаются. Так, смотрите, во-первых, когда мы обрабатываем, мы обрабатываем растения со всех сторон. А во время дождя все-таки только верхняя сторона листа, который попадает под дождь, с нее смывает. Если вы снизу еще, вот, особенности такое, что когда вы в открытом грунте опрыскиваете, да, нужно прямо вот снизу опрыскивать растения, чтобы листовые пластинки, они снизу были все опрыснуты. То есть, смоет, но не все. И что интересно, что смоет он вверх, где не очень-то и селятся патогены. Они все-таки снизу как раз, да, где солнца тоже нет, солнце тоже сверху светит, как и дождь сверху капает, да. Где нет солнышка вот этого, там мы в основном на нижней, вот возьмите кладный спориоз, к примеру, он с нижней стороны листа, вот эти вот пушинки там, кружочки, а на верхней пластинке, там только такая коричневая точечка, да. Так что получается, что все-таки не все смывает дождь. Как раз вот эта нужная часть нам защиты остается снизу. Это первый плюс для того, чтобы все-таки обрабатывать в дождь и не все смоет. Плюс, так скажем, еще один. А что остается на верхней пластинке? А на верхней пластинке остается живая, живая палочка. Каким образом она там остается? Она тоже во все щели туда залезает, во все ранки туда залезает. То, что, ну, это микроскопическое такое существо, бактерии, маленькое-маленькое. Вот. Но и грибки вот эти, да, и патогенные вот эти микро, они же тоже в эти же щели лезут, чтобы заразить растения. То есть, мы в эти щели поместили уже сенную палочку, да, маленькую. Вот. Ее не смыло, потому что она туда залезла, но тогда просто вода не доберется, как бы. И там она у этих ворот, то есть, это прямо ворота внутрь растения для патогенов. А в этих воротах уже сеная палочка стоит. Уже охранника мы туда, как апостол Петр, в рай всех пропускает. Или не пропускает. Вот там такая сеная палочка с мечом стоит. То есть, получается, что тоже надо все-таки обрабатывать. То есть, таким образом мы защитим, вот где-то уже там лист поврежден, а там уже сохранится сеная палочка. Вот. Ну и естественно, если раз в неделю, раз в 10 дней мы в теплице обрабатываем, да, то если у вас идет дождь, то старайтесь обрабатывать, ну там, раз в 3, например, дня, да. А если уж и холодно там, ну и небольшое у вас количество. А сейчас опрыскивайте вот эти вот, они электрические такие, прям насос там качают, ничего не надо самому там давить. Взяли и после того, что прошел, раз, немножко подпрыснули чуть-чуть и все. То есть, я советую вам все-таки в дождь обязательно опрыскивать сеной палочкой. И это будет на пользу, это защитит. Вот. Не так, конечно, как в сухую погоду, но все же. Вот. Все там останется, все там. Спасибо за вопрос, который вы мне задали. Видите? Оказывается, он действительно, он прям такой, прям очень важный. Смоет или не смоет дождь. А что толку? Вот я опрыскиваю, а может быть толка от этого никакого нет. Толк есть. Опрыскивайте снизу, опрыскивайте почаще. Вот. Ну и желательно посмотреть, как, например, активизировать эту сеную палочку, вырастить ее, да. Вот. Там она более активная будет, будет более мощная. Вот. А пока заходите к нам на сайт, покупайте наши самые лучшие в мире семена. Интересные, собранные со всего этого мира. Отобранные специально для вас. Ну, специально для меня, конечно, не отобранные. Они мне сначала понравились. Все, все барахло я выкидывал, да. А теперь я их вам предлагаю. Так что жду вас всех на сайте. Сайт у нас Дом Помидоров. Ну, там не только помидоры, там и огурцы, и перцы, и физалисы, и морковка, и редиска, и дайконы, зелени всякой полно. Жду вас всех на сайте. Обрабатывайте сеной палочкой. Это будет, вот, клево. Нужно это все. Спасибо.